А это правда, что ваш прапрадед легендарный Бродский, который столько построил в Одессе, в Киеве? Это такая чистая правда, что когда моей маме позвонили в какие-то 70-е годы, вас вызывает Америка. Представляете, в 70-е годы. Мама моя, которая пережила 37-й год, войну, вообще все эти ужасы, страхи. И когда нам позвонили из Америки, из Нью-Йорка, мама взяла трубку, и с ней на русском языке заговорил главный раввин Нью-Йорка. Ой, мой муж говорит, жалко, у нас не было тогда видеокамеры, потому что надо было записать маме на лицо. Она побелела, глаза у нее наполнились вот тем самым страхом, потому что она пережила, представляете, когда в 14-м году, в 15-м году, в 16-м году, в 17-м году ее ребенком ночью одевали, не успевала она одеть чулочки, ее тащили в какие-то подвалы, потому что приходили то зеленые, то красные, то белые, то... Только голубые не приходили, извините. Только голубых тогда, да, как-то не было, они были... Были, но не приходили. Они, вы знаете, если они приходили, то избирательно по адресу, не знали адреса кому. И она вот, такой ребенок, была напугана из детства, со страхом. Что от нее хотел главный раввин Нью-Йорка? Как он ей сказал, вы правнучка Великого Бродского, как вам живется? Чем мы можем вам помочь? Не хотите ли вы приехать в Америку? Мама на все говорила, нет, 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 нет. И когда она уже повесила трубку, очень коротко разговаривая, Андреев ей капал волокордин, и она говорила, чем это все для меня кончится? Он ей говорил, мама, успокойтесь, уже не те времена, сейчас уже для вас это ничем не кончится. Мой муж ее звал, мама. Так как-то в Москве это не принято, по имени отчица зовут, но вот он ее звал, мама. И она, конечно, внучка Бродского, но она это очень скрывала, и она действительно никогда не афишировала, хотя Бродский был меценат, очень богатый человек, и свои богатства он не подгребал под себя. У него была совершенно другая задача. Задача была помочь нуждающимся людям дать воспитание детям из бедных семей еврейских, выстроить больницы для тех, кто не мог лечиться на свои деньги, строить школы, технические училища, синагоги, потому что, естественно, он был очень верующий. И теперь я очень горжусь тем, что и в моих жилах есть немного, но кроме человека, который был почетным гражданином и Харькова, и Киева, и Одессы.